В Чебоксарах к Новому году сданы сразу несколько социальных объектов. Жилые дома по улице Дементьева. Ключи детям-сиротам, которые будут жить в новых домах, вручили глава города Чебоксары Леонид Черкесов и глава администрации города Чебоксары Алексей Ладыков. В столице республики постепенно выполняется программа по обеспечению жильем детей-сирот за прошлый год. Решить эту проблему удалось с помощью Государственного жилого фонда. На Богданке по улице Дементьева ввели в эксплуатацию жилой многоквартирный дом. Он построен в рамках программы «Жилье нуждающимся детям-сиротам». Ключи от квартир получили 37 сирот. Достойные квартиры. Можно, в принципе, уже поставив мебель какие-то, дополнив, можно зайти и жить. Всего самого доброго. Счастливой и здоровой станет. Анастасия Пушкова жила с приемными родителями и их двумя сыновьями. В очередь на получение жилья девушка встала 6 лет назад. Признается, то, что в свои 19 лет у нее появится собственная квартира, представить не могла. Также неожиданно получала квартиру Ольга. В очередь встала в 2011 году. До сих пор не верит, что новый 2013 год отметит одновременно с новосельем. «Честно, нет слов. Одни эмоции. Я просто очень рада. Большое спасибо, наверное, всем. Это очень большой подарок, на самом деле, перед Новым годом». Строители обещают, дом не только удобный и красивый, но и экономичный. «Построены множество сетей водопровода, канализации, водопроводно-насосная станция, канализационно-насосная станция, очистные сооружения. То есть площадка полностью подготовлена для застройки. И застройщик сейчас имеет возможность строить жилье с меньшими затратами и, соответственно, с меньшей ценой». В этом году в республике на приобретение жилья для детей-сирот выделено более 200 миллионов рублей. Идет строительство новых домов, куда в ближайшей перспективе переедут еще 68 сирот. Данифа Тагирова, Андрей Шоклев, Республика.